Всем добрый вечер, меня зовут Александр Баненков, я автор и организатор идеи Киэр Пэспорт. Вчера многие слышали про неё, но я не смог до конца ничего толком рассказать. Теперь быстро, но точно и чётко. Ой, меня убавили. Это наш логотип, наш теглайн звучит как гарантия безопасности вас и ваших близких. Наша проблема, которую мы решаем, это большое количество смертности на улицах и отсутствие единой медицинской карты системы. Это проблема. Решение её – это личная цифровая медицинская карта. Механизмы решения – это незамедлительно оказать первую медицинскую помощь, более качественную оказать медицинскую помощь за счёт повышения информативности врача. Все медицинские документы всегда с собой, оповестить родственников, доверенных лиц о ситуации и местоположении, напомнить пациента о своевременном принятии таблет, так как это очень важно. И бесплатные консультации, они как бы, ну это одна, наверное, из наших миссий, что ли, компании. Реализована сайт личным кабинетным пользователем. Если есть бета-версия QR-паспорта, которую я вчера показывал, она такая адская, ужасная, но она помогла человеку, помогла. Вот. Четыре минуты? Жалко. Вот. Документы готовы, есть собственные серверные, собрана отличная IT-команда специалистов, собрана команда младшего медперсонала. Что нам нужно? Нужно внедрение технологии, которую я расскажу чуть позже, купить промышленный ламинатор, да, деньги заканчиваются, вот, и снять офис. Изменения, которые пришли к Катону. Большое спасибо менторам. Нас вернули обратно к той идее, с которой мы начинали, собственно. Это изменения, ну сейчас расскажу про них. Изменения, коснулись решения в обработке персональных данных систем. Решили применять уже существующую базу данных, которая принимается в Питере. Применяется, простите. Поменялись некоторые маркетинговые стратегии, появились новые возможности реализации продукта. Увеличилось, нам вчера показали, что он маленький. Мы решили его увеличить дальше. Возможности реализации, это со стороны закона, это Роскомнадзор, это статьи внесения в реестр операторов, это мы уже сделали. Минкомсвязь России, тоже закон приведен, не буду долго с этим. Использование как раз международного стандартного поколения, вот это, ну, я с английским тяжело, ну, как-то он читается, вот. И отладка МИС, это медицинская информационная система. Кстати, именно эта технология используется в Питере, уже в медицинских лабораториях Санкт-Петербурга 2013 года. Вот, именно вот по такой системе, кто-то вчера из менторов спрашивал, мы будем работать, это уже возможно сделать. Далее. Как мы будем, точки соприкосновения, Алексей вроде бы спрашивал, да? Точки соприкосновения, частные клиники, это частный сектор, частные клиники, женские консультации, диагностические центры. Ну, в общем, список огромен, там есть страховые компании, частные реабилитационные центры для инвалидов и многое другое. Также это строительные компании, это продукты в травмоопасной сфере деятельности, производство и производственные цеха, сельское хозяйство, обрабатывающие предприятия. Вот, кстати, что не смешно, вот здесь 10% смертности по статистике. Ладно, дальше. Кто уже использует QR-код? Корпорация Google, приложение более 50 миллионов, Viber всем известный, сегодня уже был на экране, 500 миллионов установок. Компания Droid LA, приложение... Что там, две минуты? Отлично. Droid LA, или я не знаю, как это, вот он звучит целиком, но, по-моему, плохо звучит. Вот, мне кажется, неудачно они называли. Более 100 миллионов скачиваний, и есть еще 200 считывающих программ, с каждой до 100 миллионов установок. Из наших соотечественников это такие крупные акулы, как Сбер, ЖД, ну и также вот представлены остальные компании, которые тоже используют QR. Я не знал, что написать финансовую устойчивость, потому что писать цифры страшно, надо приносить это бизнес-план и конкретно разбирать каждый фактор. Я могу выделить такие особенности, что наша финансовая устойчивость будет достигаться при помощи привлечения специалистов, то есть высококвалифицированных, это управленческо-экономического штата. Далее, наш продукт можно сделать с минимальными затратами на сырье, не создавая никаких запасов. То есть пришел человек, распечатали, получил, ушел. Таким способом. Естественно, гранты – это государственные программы, конкурсы, следовательно, привлечение инвестирования, масштабирование компании и так далее. В общем, вы все это знаете. Дальнейшее развитие – это быстрая масштабирование, охват за первые два года нескольких регионов, вывести продукт на федеральный уровень за счет создания единой цифровой медицинской карты отсеки сначала в нашем регионе и дальше. Это уже реально с помощью продукта, который я вам показывал. Вчера были вопросы. И работа только B2B. Либо аутсорсинг, либо полное внедрение к ним уже не зависит. Ну и одно из самых ярких примеров. Некоторые из Москвы, вы поймете, у меня транспортная карта «Тройка». Сейчас выпустится 950 штук, они будут с QR-кодом. То есть им можно будет пополнить в 40 точках, ну и так далее. Это сообщение от Ленты.руа 27 марта 2016 года. Ну, в заключение хотелось бы сказать спасибо за возможность выступить. Мне не надо. Не надо, да? Мне кажется, что пора душить уже все-таки советскую старую медицину. Давайте вградем всю шею, переломаем ее, все вместе спасем миллионы жизней. Спасибо. Спасибо.